Новомодные средства передвижения, которые завоевали любовь и популярность как у детей, так и у взрослых абаканцев, сейчас доступны каждому. Не можешь позволить купить его себе, так, пожалуйста, прокат на каждом углу города. Казалось бы, безобидный транспорт ещё и выгодный, бензин не ест. Однако только за прошлую неделю от лихих самокатчиков в городе пострадали два человека. Напомним, в первом случае под колёса самоката попал двухлетний ребёнок и получил переломы обеих ног. ДТП случилось в абаканском парке культуры и отдыха. Известно, что управляли электротранспортом две девочки. А прокат для них оформила их спутница – взрослая женщина. Именно она и понесёт ответственность. Правда, если найдут. Виновницу происшествия дорожные полицейские всё ещё ищут. На следующий день, 1 июня, на территории города Абакана вновь было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие на улице Хакасская, где женщина переходила дорогу в неустановленном для перехода месте и была сбита водителем электросамоката. Однако водитель уехал с места происшествия. Позже, в ходе оперативно-развуценных мероприятий, водитель был установлен. Им оказался мужчина 1984 года рождения. Сбежавшего с места аварии водителя электросамоката привлекли к административной ответственности за причинение вреда здоровью. Если окажется, что сбитая женщина получила тяжкий вред, то рулевого могут привлечь и к уголовной ответственности. А это уже грозит условным или даже реальным сроком. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к родителям, которые принимают решение о приобретении такой опасной игрушки. Прежде всего, узнать, какая мощность этого транспортного средства и обязательно быть уверенным в том, что ребенок умеет управлять электросамокатом и знает правила безопасного поведения на дороге. В том случае, если несовершеннолетний на электросамокате попадает в дорожно-транспортное происшествие, составляется рапорт по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за недалежащее воспитание ребенка. Согласно закону, если электросамокат мощностью более 250 ватт, то его приравнивают к категории транспортного средства. А это значит, что для того, чтобы им управлять, нужно иметь водительские права. А при аварии на нем ответственность такая же, как на автомобиле. Между тем, кто-то из абаканцев относится с пониманием к водителям электросамокатов. Кто-то опасается. Мнения расходятся. Бывают моменты, когда подростки ездят сильно быстро, не контролируя скорость и куда они едут. Поэтому мы отходим? Или что-нибудь такое? Да, но также следует как-то более их опасаться, потому что могут попадаться какие-то люди, которые гонят очень быстро. И да, не очень адекватно. Мне не мешают они? То есть вам никогда не встречаются, на вас не наезжают? Кто-то ездит медленно же, аккуратно. С 1 сентября решением городских депутатов в Абакане вводится ограничение скорости электросамокатов до 25,15 км в час на территориях общего пользования. В парках Победы и Орленок депутаты решили запретить и вовсе ездить на электросамокатах. Нельзя будет кататься на этом транспорте и на детских и спортивных площадках столицы. Предупреждающие таблички с запретом на передвижение на электросамокате мэрия уже установила. Я разгоняюсь потихоньку. Мне, по-первых, было страшно вставать на него. Но сейчас привыкла. То есть скорость небольшую держите, чтобы никого не сбить и все благополучно поездка была? Да. В целом, с начала теплого сезона в этом году зарегистрировано 6 происшествий с участием электросамокатов, в которых пострадали люди. Хочется обратиться к водителям модных средств передвижения. Будьте осторожны и аккуратны. Ведь одно неловкое движение может спровоцировать аварию, в которой пострадают люди. Надежда Савельева, Александр Кожевников. Новости.